Итак, о, попрошу. Итак, приехали сегодня за страховкой на карту побыта. Ну что, ребятушки сделали страховку. Страховка на год за одного человека. 641 злотый. Не 1000, не 850, не полторы. Да, где я? Теперь посмотрим, подойдет ли это в Ужонде. Как вы поняли из начала ролика, речь сегодня пойдет о получении медицинской страховки, которая является необходимым документом для предоставления пакета на получение карты побыта. Сейчас мы вам все расскажем. Для начала расскажем про термины, наиболее часто встречающиеся, когда заходит речь про медицинское страхование. И хотя они не будут играть важные роли при получении первой польской страховки для карты побыта, их все-таки нужно знать и знать, что они обозначают. Итак, начинаем раскладывать. Медицинское страхование в Польше является условно обязательным. Те, кто едет в страну по визе, Шенгенской национальной, оформляют медицинский польс еще дома. Он является необходимым условием для получения визы. Те, кто находится легально на территории Польши по окончании визы без визы, занимаются оформлением медицинской страховки должны уже здесь. Но обо всем по порядку. Система медицинского страхования в Польше выглядит следующим образом. Есть соответствующие госучреждения. ЗУС в переводе звучит как Департамент социального страхования, то есть ведомство, которое отвечает за все виды социального страхования. Оно также занимается начислениями и выдачами пособий. НФЗ в переводе Народный фонд здоровья. Это подразделение ведомства ЗУС и занимается сугубо медицинским страхованием. Есть также частные страховые компании, например, ДжСО-убеспечение. Выделяет два вида страхования – обязательное и добровольное. Обязательное является государственной формой страхования и предусматривает принудительные взыскания в фонд здоровья. Добровольное страхование также является формой государственного страхования, однако в этом случае застрахованный самостоятельно вносит необходимые взносы в соответствии с приобретенным страховым полисом. Частное страхование. Честное страхование является одной из разновидностей добровольного страхования, то есть взносы застрахованной оплачивает добровольно в соответствии с выбранным полисом. Как работает обязательная страховка? Обязательная страховка для иностранцев, пребывающих на территории Польши, оформляется автоматически на следующих основаниях. Рабочая виза, разрешение на временное проживание, разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, беженцы и граждане ЕС. Если человек трудоустроен, то оформление обязательной страховки и уплату взносов производит предприятие-работодатель. Застрахованный в этом случае не имеет отношения к перечислению денег. Обязательному страхованию не подлежит работник по договору или договор подряд. Если вы работаете на предприятии нелегально, без договора, ни о каком обязательном страховании речи, естественно, идти не может. Можно самостоятельно проверить, выплачивается ли страховка, обратившись непосредственно в НФЗ. Оформлением льготников занимается соответствующий гос.рубковый. Размеры ежемесячных взносов для разных категорий населения будет разным. Размер взноса, уплачиваемого работодателем, 9% от зарплаты. Для льготников устанавливается конкретная сумма. Поэтому, если к вам применимы эти льготы, вам требуется самостоятельно получить консультации по этим выплатам. Невзирая на то, что размер взносов не одинаковый для разных категорий населения, количество и качество услуг от этого не меняется. Добровольное страхование – это добровольная государственная страховка. Оформляется она в НФЗ. Как в обязательном, так и в добровольном страховом полисе есть четко указанный перечень услуг страхования и сумма взносов, которые должен выплачивать человек. В список включена экстренная медицинская помощь, лечение, диагностика, реабилитация. Отдельно нужно отметить, что для подачи на карту нам понадобится страховка, которая включает в себя Убеспечение шпитальное Стационарное лечение. То есть, страховка от несчастных случаев нам не подойдет. Для оформления иностранец сам должен обратиться в ведомство по адресу учебы или проживания. Таким видом страхования пользуются. Иностранцы, которые временно проживают на территории Польши, имеют временное место работы, разрешение на пребывание, являются долгосрочными резидентами ЕС или беженцами. Затем иностранцы, аспиранты или студенты, которые приехали с целью учебы или стажировки. Заявители, которые проходят адаптационный стаж. Затем иностранцы, изучающие польский язык. Работники по договору умова о дело. Так как такой договор не предусматривает уплату работодателям ежемесячных взносов. Размер страхового взноса разный, зависит от сферы деятельности застрахованного. Как правило, к добровольному страхованию прибегают те граждане, которые не могут оформить обязательную страховку. В основном это студенты, учащиеся ИП. Заключение договора. Первое. Подается заявка на официальном сайте НФЗ, воеводское отделение НФЗ или в его представительстве. При себе в этом случае нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Паспорт или карту поводу, или карту резидента ЕС. Затем документ о предыдущей страховке в НФЗ. Документ, подтверждающий факт проживания в Польше. Подтверждение учебы в конкретном месте. Затем вы оформляете договор. И в течение 7 дней подаете форму ЗУС ЗЗА с кодом, указывающим на каком основании вы застрахованы. Получаете реквизиты для оплаты и далее ежемесячно до 15-го числа совершаете платеж. Как застрахованное лицо с основанием работы, вы обязаны ежемесячно подавать расчетную декларацию ЗУС ДРА, а также оплачивать взносы на счет польских органов социального страхования ЗУС. Страховка перестает действовать при отсутствии оплаты ежемесячного взноса. Величина ежемесячных взносов. Следующая. Для работающего человека составляет 9%. Это 509 с копейками злотых от среднемесячной зарплаты. Там где-то 5656 с копейками в четвертом квартале 2020 года. Сектор предприятия за квартал и может меняться в зависимости от дохода. Если промежуток в оплате был и вы решили, например, вернуться в Польшу, если уезжали, то условием возобновления программы медицинского страхования будет внесение дополнительной оплаты по определенному расчету. Размер такого сбора будет зависеть от продолжительности перерыва в медицинском страховании и уплате взносов. Для студента-аспиранта, учащегося на курсах польского, эта сумма будет составлять почти 55,8 злотых в месяц. Для волонтеров – 252 злотых в месяц. Вредно быть волонтером. Минусы страхования НФЗ – это очереди и сроки ожидания приема профильных специалистов слишком долгие, ну, можно ждать до 6 месяцев. Затем ежемесячные предоставления УЗЗА, декларации и прочих документов своими ногами, руками и временем. Ставка оплаты может изменяться в течение года. Пакет услуг четко лимитированный, то есть можно обратиться только в конкретные учреждения, с которыми подписаны договора. И добровольной, и обязательной страховкой медицинской можно воспользоваться в любом государственном медучреждении, за исключением тех, которые имеют специальный статус. Можно обратиться и в частные клиники, но нужно уточнить, какие из них подписали договор по сотрудничеству с государством. При обращении в частную клинику во избежание попадоса на приличную сумму, заранее уточняйте о возможности обслуживания по страховке. Преимуществом оформления добровольной страховки относят возможность пользоваться большей частью медицинских услуг. Медучреждения находятся в шаговой доступности, так как их много и договора подписываются большим количеством. Бесплатные стационарные лечения, даже если это экстренный вызов. Возможность бесплатного медобслуживания для членов семьи. У многих иностранцев возникает необходимость страхования не только своего здоровья, но и родных. При желании они имеют полное право вписать в свой полис родственников, на которых будут распространены аналогичные страховые возможности, при условии, что полис обязательный или добровольный. Главное условие – родственник, которого будут дополнительно вписывать, должен находиться на территории Польши легально и не иметь своего страхового полиса. Право быть вписанным в страховой полис имеют супруг, ну, либо супруга оформляющего, дети, как свои, так и те, кто находится на попечении, ну, либо усыновленные. Можно вписать их до совершеннолетия или окончания учебы. Если ребенок инвалид и нетрудоспособен, то пожизненно. Затем бабушка или дедушка, или родители. Главное условие – общее проживание и ведение хозяйства. Если застрахованность с самого начала не вписала родных в полис, автоматическое страхование на них не распространяется. Поэтому имейте это в виду и не полагайтесь на авось. Теперь расскажем о нашем случае. Накидав вам много полезных фраз и терминов, мы наконец-то добрались и до него. Это частная страховка. Принципы работы частных страховых компаний во всех странах похожи, как однояйцевые близнецы, и предлагают договора пакетами от базового до бесконечности, насколько хватит фантазии и денег. Также предлагается, как так называемое, дополнительное расширение к уже имеющемуся страхованию, например, сопровождение родов. В Польше есть три крупных игрока на рынке частного медицинского страхования. Enelmed, Luxmed и MediCover. Также есть страховая группа ПЗУ, объединяющая более 600 отделений в Польше, Литве и Украине. Именно этой группой наиболее часто пользуются приезжающие в Польшу наши собратья. Важно учесть, что при выборе базового или дополнительного комплекта должен зависеть от состояния здоровья, так как при проблемах и болезнях лучше не экономить и оформить расширенную страховку. Это связано с тем, что лечение будет очень дорогим по отношению к остечественным ценам. Ну, у нас, фу-фу-фу-фу, пока нога не отвалилась и хронические заболевания до нас не домогаются, мы выбрали базовую из того великолепия, которые предлагаются страховыми компаниями. Для карты по быту страховка должна включать не только риски от несчастных случаев, но и стационарное лечение. Состав базового пакета страхового полюса частной компании принимается ужондом по делам мигрантов в общем пакете документов для карты по быту. Состав такого пакета аналогичен стандартному полюсу НФЗ. Сумма страхового покрытия должна составлять не менее 30 тысяч евро или 135 тысяч злотых. Услуги и пакеты страховщиков очень разные, поэтому сравнивать пакеты по стоимости некорректно. Чем они различаются? Ну, первый способ обращения за помощью. Можно обратиться в любую клинику из доступного переча, оплатить услугу, плюс страховая компенсирует или оплачивает счет клиники. Затем обратиться в страховую без участия в расчетах. Страховая предоставит вам подходящего доктора. Наличие и отсутствие возможности посетить врача в день обращения, плюс-минус 3 дня за дополнительную плату. Количество клиник, входящих в договор. Территория покрытия. Это город, воеводство, страна, лес. Различные финансовые покрытия по договору. Однако мы говорили выше, что для подачи на карту по быту требуется покрытие не менее 30 тысяч евро. Поэтому хотите меньше – не пройдет. Хотите больше – на ваше усмотрение. Наличие онлайн-сервиса, выбор языка обслуживания, количество врачей и специалистов, ограничение по количеству обращений в год, стоимость льдоплата или скидка на дополнительный прием, набор проводимых исследований, стоимость за дополнительные опции, набор проводимых анализов, стоимость за них, объем компенсации лекарственных препаратов, длительность пребывания в стационаре и опции по госпитализации, транспортировка, реабилитация, все такое. Ну да, 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 понял. Так, или только что. Стоимость пакетов начинается от 500 злотых. Наиболее часто наши раскошеливаются на 1030 злотых. Ибо неохота копаться и искать, искать и копаться. Информации по этому вопросу нет никакой. Точнее, ее слишком много и нет никакой конкретики. Блуждание по сайтам страховых компаний привело нас к тому, что мы стали задумываться о том, чтобы взять расширенную страховку с упором на неврологию и психиатрию. Но, как обычно, спасли форму и обсуждение, благодаря которым мы выбрали страховщика. А выбрали мы компанию GSO, обеспечение Wiener, Wiena Insurance, по-моему, групп. Почему? Много хороших отзывов. Договор составлен на трех языках. Расписано, что входит и что не входит в этот договор. Также мы стали гордыми обладателями буклетов с подробными описаниями и способами контактирования. Цветные. Цветные. И все это великолепие сроком 12 месяцев мы отдали 641 зл. Сравнивая страховки свои и знакомых, мы делаем вывод, что аналогичное предложение страхователя по ЗУ составило 1030 зл. А значит, экономия составила 389 зл. Конечно, экономить на здоровье как-то не очень правильно, но речь идет о базовом пакете с соответствующим составом услуг. Б. Мы ничем пока не болеем, поэтому можем дать вам совет. Если вы знаете о своем здоровье, что-то такое, на что следует обратить пристальное внимание, то тщательно выбирайте пакет предложений от страховых компаний. Если у вас ситуация аналогичная нашей, то ссылки и контакты, как обычно, в описании. А за сим наши умозаключения по этой теме исчерпаны. В следующем видео по этой теме мы заполним с вами очень важный документ, так называемый внесок. Это анкета заявления для подачи на карту по БТА. А пока ждем комментарии под видео и в нашей группе Телеграм. Спасибо за просмотр и участие в нашей жизни. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok